23 октября прошла регистрация депутатов городского собрания Кохт-Лоярвы, а также, согласно результатам выборов, утверждение замещающих членов горсобрания. До этого были проведены пересчеты всех голосов и проверка имеющихся бюллетеней. На самом деле, если исходить из общего протокола по всему городу, у нас всего 134 признанных недействительными бюллетеня и 43 испорченных. Разница между этими двумя категориями в том, что если зашли в кабинку, написали номер, после этого его передумали, то лучше всего зачеркнуть хорошенько номер и вернуть этот бюллетень в комиссию. В данном случае он будет считаться испорченным, взамен вам дадут новый бюллетень чистый, вы идете, пишете, и ваш голос не пропадет. Если зашли в кабинку и написали номер, потом засомневались, сверху начали писать другой номер или зачеркнули что-то, начали исправлять, данный бюллетень всегда будет признан недействительным. И, соответственно, этот голос уже не засчитывается. Поэтому мы советуем со своей стороны, конечно, лучше, если ошиблись, вернуться обратно, получить новый и этот оставить. На вопрос, поступали ли в избирательную комиссию жалобы о скупке голосов, Анна Генералова ответила, да, в небольшом количестве, но поступали. Об этом мы информировали полицию. Что касается крайне низкой явки избирателей, напомним, она составила в Кохотлоярве 40,7% от общего количества избирателей, то председатель Кохотлоярвецкой избирательной комиссии видит причину в изменении расположения избирательных участков. На самом деле избиратели привыкли, что они ходят на определенный участок из года в год. И в этом году у нас были большие изменения по формированию участков, поэтому люди, наверное, запутались и не посмотрели в карточку избирателя, и не пошли на нужный участок. Потом уже уйти, идти на другой участок уже не было желания, поэтому чисто можно так с этим связать.